добрый день дорогие зрители сегодня нашим обзором будет степлер ранее был мой заказан этой же фирмы но был дороже мне казалось что если он металлический как бы то формально он будет как бы практичный и интересный но в руку мне он не лег поэтому я заказал себе вот такой заказывал на сайте что-то какой-то shop расскажу точно вот то ватный чек насчет набор скоб меня стоит 50 рублей это вот такие скобы сам как бы степлер у нас мили стп 5561 тип скоб номер 53 от 6 до 14 вводя 14 миллиметров штифты 14 миллиметров доставка мне обошлась в 100 рублей магазин сейчас скажу какую тут даже не написано какой-то шок какой-то судам о май шок . вот собственно сами видите чек стоимость вот 50 72 461 рубль доставка всего 682 рубля вот она указана здесь прописано чем мне не понравился тот предыдущий я уже повторяюсь еще раз был громоздкий мне он вообще никак не зашел и допустим как бы у меня были степеры раньше другого производителя был металлический у меня был у меня пластмассовый именно вот такой был но был больше вот он у меня как бы остался на моей той квартире короче пришлось покупать себе новый здесь как бы вот такой его вид пластика не мягкий но как вроде казак кажется мне и не хрупкий на низу значит такие вот надписи короче помню что такой же у меня был у меня он был уже металлический вот здесь была такая крутилка здесь я полагаю тоже идет что-то такое здесь значит фиксер нет это фиксирует блокирует все как бы аналогичным что единство вот тут такой есть как бы степпер сейчас за сюда заправлю именно восьмерки или хотя секунду прервусь потому что мне и скобы зачем открывать новые у меня скобы из предыдущего набора я их до конца не использую потому что не было такую необходимость потом это срежу вот вставляются они вот таким значит образом вниз все вниз и вот собственно сюда есть еще место как раз все уместилось формально все видите что здесь вставляется полтана как бы полторы ты в таких узков я считаю что это не есть правильно но если вы делаете делаете на 2 скобы чтоб их не ломать а то что особо лично но я скажу что большой недочет что еще по пластику по пластику буду будет однозначно такие ляпы будет стираться принципе паузом я считал что вроде ничего поэтому наглядно я вам сейчас по демонстрирую как она вот собственно забивается так вот для чего это вот кнопка я еще до сих пор не понимаю вот как бы сами видите где 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 фокус 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 вот завелась конечно прекрасно вот сейчас я попробую тут поставить на что это было ни хрена себе какая фигня короче вот это вот значит это мы забито мы забиваем постоянно принудительно вот а вот этот рычаг это если вот вниз стоит а этот рычаг то есть мы его заряжаем натяжением да понимаете вот так у нас сложенный и вот этот этот рукоять то есть мы прижимали и забили еще раз сделали вот так вот взвод и забили собственно везде забивает очень хорошо а вот касается этой рукояти натяжения сейчас я выбираю стою положение которое оно было до этого перевожу все таки на постоянно рабочую какие взводы вот они то все три то же самое прекрасно все забито значит ссылочку я оставлю под описанием на сам магазин доставка стоит 99 рублей мне вот внешнее состояние не критично я использую его единственный раз в году где-то там если одна же мне появится мой дом тоже придется им попользоваться вот я не профессиональный работник именно с и работаю с ним мне и такого не будет ну если вдруг сломается естественная куплю этой же компании только уже скажем так полностью металлической с резиновыми рукоятками всем прочим но еще оставлю я ссылочки три ссылочки на те степперы которые мне понравились там как бы сегмента ценовой уже гораздо выше они классные классные во всем исполнении поэтому кому будет будет интересно посмотрите вот покупала тура сама тоже там скобы в этом магазине они там тоже дешевле чем нежели инструментах точка ру дешевле чем на берушке вот поэтому я именно становился на этом магазине ну и собственно вы все это видели кому было интересно поставьте лайк кому было не интересно конечно тоже можете поставить дизлайк можете меня как спросить по поводу уже конечной работы комментариях на все вопросы вам отвечу всего доброго всем пока